Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Понедельник, 26 июня и давайте начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар на прошлой неделе мы видели начало нового восходящего импульса в рамках краткосрочной тенденции по паре евро-доллар. Напомню, что мы преодолели отметку в области максимумов 20 июня, значение в области 1.1164 и тенденция на укрепление началась в этот момент. На текущий момент ближайшая цель для преодоления по паре евро-доллар находится в области 1.12. Уход выше данного ценового значения откроет предпосылки на дальнейший рост уже в область 1.13. На текущий момент ближайший разворотный уровень для отмены восходящего сценария находится в области минимумов, которые были 22 июня, значение 1.1139. Пока мы торгуемся выше данного значения, основная тенденция в рамках краткосрочной тенденции остается на укрепление. Среднесрочный уровень по данной паре остается все так же на минимуме, который был зафиксирован 30 мая, область 1.11.12. Пара британский фунт, американский доллар на прошлой неделе в пятницу уходит выше максимальных значений 21 июня. И также мы видим подтверждение на начало восходящего движения по данной паре. Ближайшая цель в рамках данного краткосрочного движения находится в области 1.2814. После преодоления уже и закрепления выше отметки 1.2814 максимума, который был 19 июня, мы сможем увидеть следующий импульс на укрепление британского фунта в область 1.29 и 1.30. Пара австралийский доллар, американский доллар продолжает свое восходящее движение. В пятницу мы увидели завершение нисходящего коррекционного движения, закрепление выше области 0.7561 максимума, который был 22 июня зафиксирован. И на текущий момент тенденция на укрепление в область 0.7631 остается в приоритете и по данной паре. Пара американский доллар, японская иена в пятницу торговалась в достаточно узком диапазоне. Диапазон составлял буквально порядка 30 пунктов, но сегодня с утра уже мы видим первые попытки закрепиться выше максимума в области 0.111.41. Если это удастся сделать паре американский доллар и японская иена, то дальнейший импульс в область 0.111.77 будет оставаться в приоритете. На текущий момент в рамках среднесрочной и краткосрочной тенденции мы видим настрой на укрепление американского доллара по отношению к японской иене. В свою очередь, если мы увидим сегодня уход ниже минимумов, которые были зафиксированы в пятницу, это область 111.14, то вероятно продолжение нисходящего движения по данной паре. Пара американский доллар и канадский доллар остаются в нисходящем тренде. Ближайший уровень для отмены данного сценария находится в области 1.3309, максимум, который был зафиксирован в пятницу. Еврофунт продолжает свое нисходящее движение и ближайший среднесрочный уровень находится на отметке 88.35, максимум, который был зафиксирован на прошлой неделе, 21 июня. Золото начало свое движение на укрепление после преодоления отметки в области 12.247 долларов за тройскую унцию, то, что мы видели 22 июня. Поэтому на текущий момент тенденция на укрепление золота в рамках краткосрочной тенденции остается в приоритете. В свою очередь, если золото уходит выше максимумов, которые были зафиксированы в пятницу, это дополнительное подтверждение на укрепление золота и в среднесрочной перспективе. Ближайший уровень для отмены данного сценария находится в области минимумов 21 июня, значение 1240 долларов за тройскую унцию. Нефть марки Brent восстанавливается. С пятницы обновили локальный максимум. Сегодня уже доходили до отметки, ну и в принципе те цены, которые мы видим сейчас, значение 46.16. Поэтому в рамках краткосрочной тенденции мы укрепляемся. По нефти среднесрочный уровень находится в области максимумов 21 июня, значение 46.52. По индексу DAX сегодня с открытия мы видим уход выше максимальных значений, уже которые были в пятницу. Поэтому если индекс удастся закрепиться выше отметки 12.796, то тенденция на укрепление в области 12.953 будет в приоритете. Отслеживаем закрепление выше отметки 12.795, то есть максимум, который был зафиксирован в пятницу. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Ежедневный обзор. Напомню, что сегодня в 12.30 состоится вебинар, на котором уже мы более детально разберем все из инструментов, представленных. Разберем их с точки зрения ближайших планов и целей по торговле. Поэтому всех приглашаю на данный вебинар. Всем спасибо за внимание и желаю успешной торговой недели. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok